Волна краж прокатилась по гаражным кооперативам в разных районах города. Общий ущерб пострадавшие уже оценили в полмиллиона рублей и утверждают, что эта сумма увеличится. Почему многие владельцы не знают, что их обокрали и по какой схеме действуют преступники, расскажет Дмитрий Коньков. В гараже Федора Онасова уже несколько лет отключено электричество. Поэтому, когда два дня назад мужчина открыл ворота и увидел залитый солнечным светом бокс, очень удивился. За ночь в потолке кто-то пробил большую дыру. Забравшись на крышу, Федор увидел. Минувшей ночью пострадал не он один. Залез наверх, смотрю, этот гараж сломанный, этот гараж сломанный. Получается, там видно, что гараж сломанный. Еще и ломики валяются. Два ломика. Больших, загнуты, так буквой Г. Мужчина сразу понял. Его и еще несколько соседних гаражей вскрыли воры. Злоумышленники через пролом в крыше. Проникли в боксы и вынесли все ценное. В гараже Федора дыря получилась небольшая. Поэтому его имущество осталось целым. Владельцы соседних боксов еще только начали осматривать свое имущество. Заброшенные гаражи и вовсе остались без дверей. Их преступники, вероятнее всего, сдали в металлолом. Сегодня владельцы боксов написали заявление в полицию. В правоохранительных органах рассказали, на этой неделе похожие преступления произошли не только в микрорайоне Первомайский. Общий ущерб оценивается в сотни тысяч рублей. Зарегистрировано три факта проникновения в гаражные боксы, расположенные в поселке Первомайка. Проникновения осуществлены путем пролома кровли крыш. Один факт в поселке Динос. Проникновение осуществлено путем повреждения замка. Сумма ущерба составляет свыше 500 тысяч рублей. В полиции сообщили, уголовные дела по факту этих краж будут возбуждены в ближайшее время. Владельцы гаражей в Первомайке, в свою очередь, намерены усилить бдительность, чаще приходить в свой кооператив и, возможно, организуют дежурство. Дмитрий Коньков, Анастасия Сафарова, Михаил Пиранков. Новости Первоуральск.